Всем привет, меня зовут Илья и на этом канале я, как обычно, пытаюсь играть на бас-гитаре. И в этом видео мы будем сравнивать струны, а точнее звучание струн с плоской обмоткой со звучанием струн с круглой обмоткой. Все началось с того, что совсем недавно меня передернуло что-то, какие-то неведомые внутренние силы заставили меня вспомнить про плоские струны и купить их, поставив их на свой джаз-бас. На этом, на самом деле, было две причины. Первая, банально, у меня умерли старые роту-саунды, и, наверное, месяц назад, после того, как я записал видео про разбор Вутона, они у меня умерли сразу же. И вторая причина, просто банально, я захотел потестить и поделиться это с вами этим. Очень давно, еще в прошлой жизни, когда у меня был безладовый бонесс, у меня был опыт постановки на него плоских струн. И по этому поводу у меня остались комментарии, на по этому поводу у меня остались мысли и свое мнение, но об этом чуть позже. Прежде чем сесть снимать это видео, я немножко, немножко посидел, чуть-чуть минимально на форумах, прям вот зашел буквально на 30 секунд, чтобы почитать, что пишут люди вообще об этой проблеме, какие существуют стереотипы, что люди вообще думают, нужно ли, интересно ли это вообще все. Вот, и выяснил одну вещь, что существует несколько схожих точек зрения. Обычно плоские струны ассоциируются с джазом, с безладовым басом и с тусклым глухим звуком. Вот сегодня мы попробуем выяснить, правда ли это. Это видео будет очень полезно тем людям, которые не хотят просто так выкидывать 4 рубля на какие-то неведомые вещи, на какие-то тесты, пробы, незнаемые результаты заранее. А хотят сначала послушать и понять, как это все примерно звучит и для чего это надо. Ну и вообще это будет даже тем полезно, кому плевать на эти струны, плоские, круглые, а просто они зашли на мой канал. К тому же, все это будет показано на крутых фирменных рифах, на которые поиграть не стремно даже профи басисту. Сравнивать я буду на основе трех самых распространенных и востребованных техник игры на бас-гитаре. Это первое, переменный штрих, традиционный пальцами, медиатор и слэп, для того, чтобы максимально широко раскрыть тему, очевидно. Также мне пришлось заморочиться и раздобыть максимально схожий джаз-бас, который есть у меня, максимально близкий, тех же годов примерно. У меня 12-го, я раздобыл 10-го, стандарт, американ, максимально близкий по своей конфигурации, для того, чтобы не было прям сильного расхождения в характере звука, чтобы тон был похожий. Для того, чтобы было максимально честно. Отдельное спасибо за предоставленный бас моему хорошему другу Вадиму Морозову, респект. Что касается струн, на моем джаз-басе будут стоять плоские струны фирмы RaniBall, фирма известная, одна из топовых. И на другом джаз-басе, соответственно, круглая обмотка будет струны Elixir. Обе фирмы как бы, ну, топовые, обе фирмы не нуждаются в лишнем представлении, поэтому они друг другу стоят. Это не будет там сравнение каких-то дешевых там круглых с дорогими плоскими и прочими. Струны примерно одного уровня. Скажу пару слов для того, чтобы немножко внести ясность для людей, которые не очень в теме. Струны с круглой обмоткой являются самыми распространенными в мире на данный момент. И, скорее всего, на вашей гитаре стоят именно такие. На бас-гитаре и на гитаре. Дело в том, что струна у нас, внутри струны жила, жила. А вокруг нее обмотка. Она может быть круглой или плоской, но не все так просто. Обмотка состоит из двух частей. Внутренняя и внешняя. Если у вас обмотка и внешняя, и внутренняя плоская, то это струны с плоской обмоткой. Если у вас, например, обмотка и внутренняя, и внешняя круглая, то это струны с круглой обмоткой. А если у вас внутренняя обмотка круглая, а внешняя плоская, то это полукруглая обмотка. Короче, сложно, но надо понимать разницу. Круглая обмотка звучит ярко, звучит современно, много обертонов дает, в отличие от плоской, она немножко приглушенная, матовый звук, меньше всякого металлического лязгания, но при этом есть и свои очень интересные нюансы, но о них чуть позже. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok